Всем привет, ребятушки! Всех приветствую на канале Такси Кул. Я работаю в такси. И недавно мне позвонили, собственно, с мест не столь отдаленных и сделали небольшой заказик. Приятного вам просмотра, добра бы была и позитивчика. Сразу можете подписаться на канал, поставить лайкосики, написать свои найжирнейшие комментарии. Готовьте чаюху, можете даже шашлычок пожарить. Видео будет очень интересное. До новых встреч! Я вас хотел бы попросить, чтобы вы сейчас заскочили в какой-нибудь магазин продуктовый, взяли нам две бутылочки водички, а не сигареты, кофе. В паске чайфетчика, может что-нибудь, бабу надувную, что вас интересует конкретно? Я любые желания исполняю. Ха! Так, ребятушки, ну давайте в двух словах, как происходила вся эта ситуевина. Ситуевина происходила именно так. Я завез девушку в СБУ. Как вы знаете, у меня бывают просто дни полиции, одного за одним полицейского вожу. Тут завожу я девушку в СБУ и раз мне приходит заказик в прокуратуру. Ну я же думаю, такой ничего себе как бы. И беру же этот заказик, коэффициент 1,8, двигаюсь туда, 5-е, 10-е. И тут звоночек поступает мне. Здравствуйте, наше там такое-то звание, по-моему, участковое, он сказал. Подошла к начальнику, тоже называет звание, кто, что, почем, хоккей с мячом, подписывать какие-то документы. Она будет подписывать где-то 10-12 минут. Вы готовы подождать? То есть они сразу проклевывают, готовы вы подождать, не готовы подождать, по психологии. Я говорю, да, я готов подождать. Думаю, ну, 10-12 минут как бы не так много, тем более предупредили заранее. Вот. Ну, говорит, смотрите, чтобы вы не ждали, мы с напарником, тоже назвать какое-то звание, не буду убрать какое. Тут вот стоим, вас ждем. Я говорю, а подождите, она, говорю, сама поедет или вы втроем поедете? Она, говорит, поедет с вами, но мы ее посадим в автомобиль, то есть не переживайте. Ну, думаю, шикарно. Ну, мы, в общем, тут, говорит, с напарником, мы бы не могли, говорит, пока время не терять, говорит, даром. Заехать в магазинчик, в АТБ, вот здесь я смотрю, есть по пути, по карте АТБ, то есть человек заранее просмотрел, да. Купить нам, говорит, там водички, там кофеечку, чаечку, пятое, десятое. И тут я понимаю, ну, вот, наконец-то я реально ждал этого звонка, потому что всем пацанам уже звонили, но я же работал на Убере. Там такой темой невыгодно заниматься, потому что отмена 50 гривен, не каждый, собственно, ее потянет, сами понимаете. Вот. И плюс ко всему, ну, вот он будет так заказывать, отменяет, отменяет, все его заблокируют и все. А на Болте эта тема прокатывает, потому что мне берут не с пассажира деньги, а деньги Болт возмещает. Вот. И называет же мне перечень всего, что нужно ему купить. Я понимаю, что это ребятушки, смес не столь отдаленных, зарабатывают себе копеечку. Я, честно говоря, ребят, я еще бы им там поднавалил бы, поднарассказал, что еще можно было бы им купить, там. Я думал, будет долгая беседа, но он сбросил, сказал, что я хам. Ребятки, в общем, приятного просмотра, давайте. Вот, и вот такое поднял, если поможете. Я еще не понял, весь список не понял, что там нужно отменять. Смотрите, я вас прошу, чтобы вы здесь не ожидали, зря, пока там будут изготавливать документы. Я вам доплачу, там сколько, ну, гривен, 250, это вам будет помимо заказа вам на бензин. Я вас хотел бы попросить, чтобы вы сейчас заскочили в какой-нибудь магазин продуктовый, взяли нам там две бутылочки водички, пирамиды, сигареты, кофе, помелочи, вот такое все. Да, я понял. Хорошо, конечно, не вопрос. Смотрите, давайте тогда как мы сделаем. Я сейчас к напарнику подойду, я уточнюсь конкретно там, что ему нужно. Вы только как магазине будете, вы мне вот на этом надо наберите, пожалуйста, в ВТБ там, если можно, заскочите, в ВТБ, если далеко. Вот такое, как будете, вы мне вот на этот надо наберите. Хорошо? Так давайте сразу, что вам там купить, оглашать, я запомню. Ну, давайте я сейчас к напарнику подойду, я уточнюсь конкретно. Хорошо? Может, это, колбаски, чифирчика, там что-нибудь еще, что вас интересует. Ну, колбаски, чифирчика, может, что-нибудь бабу надувную, что вас интересует конкретно. Я любые желания исполняю. Ха! Как нормально, пацаны, я дал? Я давно ждал. Колбаски, чифирчика, надувную женщину, все что угодно. Ха! Ха! Хама, говорит. Сейчас выйдет, говорит, наша Люсандра. Ой, вот это приколистый, уже на болте, видите, вот, вот заказ. Уже на болте исполняют, я просто в шоке. Все, заказ отменен. 0,8 коэффициент, чтобы вы понимаете. 1,8, 1,8. Чувак исполняет. Я говорю, любые, любые желания. Так, напишите, кстати, в комментариях, вам такие чуваки звонили, что-то исполняли, вообще никого нету, мы с напарником, следователь пока говорит, подпишет документы, но я же сам понимаю, что это чуваки сидят на зоне, хочется колбаски, хочется там помидорчика, огурчика, девочек, чифирчика, все дела, но Александр правильно спросил? Напишите в комментариях, что еще нужно было им купить, мечту дальнобойщика, но вы поняли, что за тема, на Алике может заказать, надо было им привезти, отправить почтой, пополнить счет, детское питание, или что-то может еще их интересовало, мне просто интересно, я же говорю, весь список хотелось бы узнать, счет пополнить, ну по классике жанра, вы поняли, да, я всегда угорал с этой темой, но пока катал на Убере, там не было такой ерунды, Почему? Потому что пока я, собственно скажите, я скажу, приезжал, просто отменял 50 гривен штрафа, им невыгодно было этой темой заниматься, на болте, на он такси, там, такси, там, на любом другом, эта тема, на любимом, на любых других службах, где нет уплатной отмены, эта тема прокатывает, следовательно, следовательно, я воспринимаю вообще это все так, Что эти все службы поощряют, поощряют неадекватных пассажиров, поощряют вот эти все разводы, поощряют всю эту тему, вон, пожалуйста, еще один заказик Пока, говорит, подписывает документы там, вот это я, это вы не услышали, короче, а он заряжает, там, говорит, участковая, или какая-то там, короче, тетка у какого-то мента подписывает документы, пока она подписывает, говорит, это 10-12 минут вы согласны подождать? То есть они уже проклевывают, какой ты человек, да, то есть согласишься, ты не согласишься, с точки зрения психологии, ты согласился, да, но я как бы, ребята, вы что меня знают, я еще в 14 лет эту школу юного бойца прошел, все эти приколюги, они там еще не такое выстреливают Вот, и получается, ты согласился, окей, чтоб ты не стоял, заезд в АТБ, возьми водички, ты возьмешь водичку, там, кефирчик, что-то еще, детское питание, бывает, они просят, 5-10 А потом тебе, ты пополняешь счет, подходишь, и они тебя прокидут по полной, аливедерчик, как говорится, так что такие, ребятки, делишки Пацанчики, напишите в комментариях, собственно говоря, вас так кто-то разводил или нет, попадались вы, не попадались, может, среди ваших знакомых попадался кто-то, кто-то покупал эти продукты, куда вы их потом девали, домой везли, или, может, деньги пополняли Я так понимаю, что это классический развод, то есть, рассчитано все на то, не то, что вы купите продукты, а рассчитано все на то, что вы, когда купите продукты, понимаете, как бы, зачем они вам нужны И уже, как по психологии, да, вас попросят пополнить счет, и вы пополните Или счет, или карточку, а там вообще разные темы есть, разные разводники Напишите в комментах также, приходили ли к вам домой цыгане там, давали ли вашим бабушкам, пенсионеркам помощи Кто не знает, есть еще такая тема, как приходят, дают помощь, то есть, покупают у паспортистки адреса, где живут бабушки-цыганки И покупают, собственно, эти же адреса и идут по адресам, где бабушки одинокие, да, как правило Предлагают им помощь от государства в районе 200 гривен, но дают 500-ку И бабушка, естественно, куда лезет? Она лезет за деньгами, те, которые она откладывала, собственно, на похороны, сами понимаете Или бабушку там, собственно, дают и понюхать что-нибудь, тряпочку там, сами понимаете И она там теряет сознание, забирает эти бабосики Либо же одной из этих цыганок о славянской внешности резко становится плохо И бабушку просят принести водички или что-то еще, или таблеточек А вторая леди в этот момент, увидев, где она хранит деньги, собственно, коммуниздит их Потому что у меня у знакомого была наподобие ситуация Может, с чем-то вы сталкивались еще Разные есть сейчас разводники, их просто куча, их просто миллион И мне хотелось бы узнать ваше мнение Вот службы реально, которые вот нету платной отмены Они поддерживают, получается, эти все разводники? По-другому же не получается Почему не сделать платную отмену на всех службах? На ООН такси 3040, в любимом, везде И тогда бы клиенты были бы реально получше И они бы понимали, что таксист долго ждать не будет Что нужно, собственно, еще и платить за простой и так далее и тому подобное Так что как-то так Давайте же, ребятки, ответим на эти вопросы в комментариях Пообщаемся Давайте, ребятушки, да разведем же срать в комментариях Пишите в комментах свои версии Все почем, как есть мячом Добра вам бабла, позитивчика Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики Пока-пока, до новых встреч